МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомство с залом традиционно начинают с визитки. Каждая участница говорит о себе, по ее мнению, самое важное. Кто-то рассказывает о жизненном опыте и профессиональных достижениях, а кто-то делится самым сокровенным. Счастливая жена и мама двух прекрасных принцесс, вдохновленная сделать жизнь семьи яркой, креативной и незабываемой. Пока жюри выставляют участницам первые баллы, девушки уже готовы поражать зрителей новыми образами. Выход в национальных костюмах. Расшитые сарафаны, цветочные венки в волосах. Финалистки конкурса будто сошли со страниц народных сказок. Мисс и миссис Химки 2023. Конкурс, где на первом месте стоят таланты и достижения участниц. Их девушки продемонстрировали в своих творческих номерах. Финалистки пели, читали стихи и прозу. Некоторые показали собственную хореографию. Мисс и миссис Химки 2023 рушит все стереотипы о привычных конкурсах красоты. Здесь в первую очередь оценивают внутреннюю, а не внешнюю привлекательность женщины. Ее многогранность и целостность. Недаром говорят, что красота спасет мир. И вот сегодня мы по праву можем сказать, что Химки это еще и город из самых красивых, самых замечательных девушек, которые сегодня на сцене продемонстрировали свои таланты, продемонстрировали свои умения, свои творения. И это действительно как бы на это приятно посмотреть. Ощущение, как будто мы действительно на каком-то международном конкурсе. Шарма и роскоши празднику красоты добавила финальная дефиле участниц в вечерних нарядах. Идея и воплощение конкурса «Мисс и миссис Химки 2023» принадлежит многократной обладательнице титулов красоты государственного и международного уровня Елене Тараненко. Ранее девушка уже проводила фестивали для маленьких жительниц города и дам почетного возраста. Но на этом решила не останавливаться и дала возможность почувствовать себя королевой красоты всем желающим девушкам и замужним женщинам. У конкурса большие задачи. Раскрытие творческого, социального и интеллектуального потенциала жительниц городского округа Химки. Популяризация ценностей семьи, материнства и детства для категории «Миссис», а также формирование позитивного образа современной женщины России. Финалисток конкурса «Мисс и миссис Химки 2023» поделили на несколько категорий. Юная мисс, мисс, миссис и миссис классик. И пока шло голосование за лучших из лучших зал, наслаждался музыкальным подарком от команды «Красавец» во главе с организатором праздника. Наконец, долгожданное объявление результатов. Девушки в предвкушении, зрители с замиранием сердца ждут, что лучшими в категориях станут их фавориты. Юной «Мисс Химки 2023» стала Анна-Мария Ковалева. Титул «Мисс Химки» достался Анастасии Рожновой. Лучшей в категории «Миссис классик» оказалась Екатерина Зайцева. Я вообще желаю каждой девочке испытать такое счастье, которое испытали мы с дочерью. Мне очень понравилось на сцене, я вспомнила свою молодость, поэтому я бы с удовольствием вернулась еще раз на какой-нибудь конкурс. А безоговорочной победительницей конкурса в категории «Миссис Химки 2023» стала Юлия Маковецкая. Мне, конечно, хотелось победить в конкурсе, но я не знала, что это будет настолько эмоционально. У меня даже нет слов, честно. Нет слов, одни эмоции, положительные эмоции. Спасибо вообще за возможность реализовать себя в таком конкурсе. Это самое настоящее счастье, почувствовать себя женщиной, настоящей, красивой, надеть на себя корону. Это невероятное ощущение. Не меньше, чем участницы, эмоции от конкурса получила и сама организатор. Елена Тараненко признается, с первого дня была уверена в девушках. Все участницы меня сегодня порадовали, все огромные молодцы. И самое главное, что у нас командная работа, то есть наше шоу – это командная работа. Безусловно, я думаю, что конкурс «Мисс и миссис Химки» станет доброй традицией нашего городского округа, потому что здесь живет необычайное количество талантливых, красивых, разносторонне развитых женщин. И у них должен быть шанс выйти на сцену и заявить о себе этому миру. Успех конкурса, признается Елена, был бы невозможен без колоссальной поддержки близких. На протяжении месяца репетиции они всегда были рядом, помогали и давали сил. Я напомню, у нее окончена аспирантура, но почему-то она решила, что просто заниматься языками ей не очень хочется, да? Хотя я как мама была, в общем-то, не очень этому рада. Но теперь я понимаю, что зря я ее останавливаю, это у нее хорошо получается. Конкурс вне стереотипов, конкуренции и зависти «Мисс и миссис Химки-2023» буквально перевернул жизни участниц. Открыл в них потенциал и заставил снова поверить в чудо, а самое главное – в самих себя. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.